Вы сейчас идете с цветами, с таким золотым красивым мальчиком. Вот куда и что? Здравствуйте, присоединяйтесь. Здравствуйте, мы встречаем уважаемого гостя. А какое событие? Совет ветеранов отмечает женский день. И сегодня благодаря Совету ветеранов мы очень тесно сотрудничаем. И меня всегда приглашают на такие мероприятия, я им благодарна. Ну, конечно, хочется и благодарность выразить руководителям заведения Орион за то, что всегда приглашают ветеранов. И ветераны всегда здесь могут собраться и провести праздник, попраздновать, повеселиться. Ну, и я с ними. Ну, сегодня вот я приобщаю молодежь к общественной деятельности. Ну, я думаю, что пусть с детства знают, что если мамы долго нет дома, значит, она где-то вот на делах. В массах. В массах, да. То есть вы, можно так сказать, занимаетесь общественной своей депутатской деятельностью сегодня и будете поздравлять ветеранов, да? Да, конечно. Понятно. Мы руководители социальной комиссии, поэтому, значит, наш большой помощник всегда нам помогает в любое время дня и ночи. Поверьте мне, так и есть. А сейчас люди скажут, ну, это, наверное, для пиара, там, или еще что-то. Нет, это я, как зам председателя Совета ветеранов, официально заявляю. Человек на протяжении долгих лет, сколько я помню, она всегда к нам наш помощник, значит, наш советчик и наша опора. Мы сегодня собрались для того, чтобы, ну, хоть немножечко, как говорится, отдохнуть от трудов праведных ветеранских и посидеть друг на друга, посмотреть активу ветеранскому и поздравить друг друга с Днем Защитника Отечества и Днем 8 марта. Будет на днях, а этот прошел, но вот решили комиссионно, как говорится, провести сегодняшним днем. И по ветеранской организации Кингисепского района, ну, не говорю, что слава идет, а молва по области идет хорошая. Советческое спасибо всем, без исключения здесь сидящим. Каждый по разу, но каждый на своем месте сделал то дело, которое поручено, на которое мы рассчитываем, проводя наши ветеранские дела. Так, чтобы мы с вами были вот тем стержнем, полутора тысяч, две тысячи с лишним человек, ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и ветеранов воинской службы, которые у нас есть на учете, вот это стержень, это вы здесь сидящие. Поэтому вам большущая человеческая простория, ветеранская наша спасибо. Вам, мужчины, все по плечу, я серьезно, не шучу, сердце дамы покорить и розетку починить, шину быстро накачать, с вами некогда скучать. Дорогие мои друзья, вот мужчины дорогие, любимые, я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества, ну, я, наверное, всех практически поздравил, в свое время поздравил, но сейчас. Хочу пожелать вам здоровья, ну и, конечно же, любви, пусть даже вы такие уже не совсем молодые, но любовь всегда, да, в любое время. Ну и в преддверии 8 марта, дорогие женщины, я вас всех поздравляю от души с этим праздником, я желаю вам самое главное здоровья, потому что, когда есть здоровье, есть настроение хорошее, есть желание собраться, веселиться. Будьте здоровы, счастливы, всего вам хорошего. Спасибо вам большое, Совет Ветеранов, что вы всегда меня приглашаете. Спасибо. Всех с праздников, с наступающим и прошедшим, всего вам самого доброго, самого хорошего. Ну и, конечно, мне очень хотелось передать вытренную речь, просил лично поздравить всех вас, передать вам большой привет, сказать, что он себя очень уважает, но я знаю и желаю вам всего самого-самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»